С начала года Одесский оперный театр готов сражать зрителей лучшими постановками сезона. Уже третий международный фестиваль «Зимний променад» пройдет с 22 января. Откроют его балетом римского Корсакова Шехерезада. На сцене театра спектакль впервые поставили в 1927 году. И уже совсем скоро одесские театралы смогут снова насладиться балетом. Этим же вечером в оперном покажут постановку Кармен Сиита, а уже в начале февраля – Болеро и Жарптицу. В связи опять же с пандемией мы поменяли план нашего фестиваля, потому что нашу главную работу прошлого сезона, вернее этого сезона, но прошлого года, спектакль «Катерина» Александра Родина, именно из-за остановок в нашей работе мы вынуждены были перенести на март. Подготовка к главной премьере фестиваля Шехерезада все еще продолжается. Творческая лаборатория театра заканчивает работу над костюмами, а артисты оттачивают хореографию. Она, к слову, хоть и приближена к восприятию современного театрала, но все же сохраняет приверженность классике. Спектакль очень красивый, яркий, красочный. Восточная музыка, восточный темперамент, эти образы, характер героев – это очень интересно. Я думаю, что так просто это не описать, потому что в репертуаре нашего театра такого спектакля нет. Здесь это темперамент, в первую очередь, образы, которые у нас довольно-таки трудно лепились, тяжело, но я думаю, что у нас это получилось. Помимо насыщенной балетной программы, в театре подготовили оперу «Набука». Руководить оркестром 6 февраля будет победитель международного конкурса имени Тоскании Виталий Алексеенок. Кроме того, Одесская опера ориентируется и на совсем юного зрителя. Зимний променант приглашает детей на развлекательную программу «Путешествие в оркестр», которая пройдет под музыку популярных современных мультфильмов в исполнении оркестра оперного. Это подорож – такая игра, когда девушка поринает в мир музыки и начинает понимать, что это за инструмент, как он подает тот или иной звук, как вообще работает оркестр. Мы запланировали целый комплекс детских заходов. Это будут и квесты, и прогулянка за лоштунками сцены. Дитина приходит, но цель наша очень главная – это выхование детей, но не только детей, а вместе с классным руководителем, с родителями, которые прийдут в театр как семейное отзывание выставы. В завершении фестиваля зрителям покажут оперу «Мадам Бетерфляй». Помимо украинских постановщиков, над спектаклем работали специалисты из Австрии, Германии, Нидерландов и Франции. В 2019 году спектакль «Тепло» приняли на европейских гастролях. Билеты на все события фестиваля уже доступны онлайн и в кассах одесской оперы. Татьяна Брумбей, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».